Сегодня 5 февраля, необычное воскресенье. У нас такая вкусная домашняя пицца. Вскрываю. Сырная. Так должно начинаться идеальное утро. Воскресенье. Всем хорошего аппетита. Всем привет. Сегодня 6 февраля. И моя вышивальная неделя начинается не стандартно с вышивки. А я хотела бы познакомить вас с настольными играми. Которыми можно поиграть либо вдвоем, либо в веселой компании, либо даже с детьми или с родителями. Мне кажется, это очень увлекательно. Я это люблю. В моей жизни достаточно часто фигурируются настольные игры. И вот те, которые есть у меня. И я хочу сделать распаковку новой настольной игры. Так, ну давайте начнем с того, что прям старая. Вот эту коробочку мне вообще подарила подруга. Игра называется Swintus. Мне кажется, она очень распространенная в настольных играх. И это аналог игры 105. Тут можно поиграть вдвоем. Либо поиграть в веселой компании. Суть игры. Быстрее, чтобы твои карты вышли из рук. Есть дополнительные карты. То есть раздается определенное количество карт в руки каждому игроку. И по кругу начинается действие. Ты отдаешь свою карту. К примеру, вот у меня 7. И ты ложишь либо карту в семерку, либо синюю карту. Но выигрывает тот, получается, у кого выходят все карты из рук. Есть такие дополнительные карты-помощники. Это полисвин. С помощью этой карты можно поменять оттенок игры. Вот такая замечательная хрюшка, перехрюшка. То есть ход игры меняется. Вот такой хапеж. Хапеж это значит, игрок берет 3 карты и пропускает свой ход. Дальше за храпин ты пропускаешь свой ход. Ну, точнее не ты, а следующий игрок после тебя пропускает. И вот такой забавный хлоп-копыт. То есть игрок, который складывает эту карту, стучит по столу и проигрывает тот, получается, чья рука оказалась последней. На самом деле мы ее очень любим играть с родителями. Не скупимся и вдвоем поиграть. Любим свинтуса брать в пояс, потому что он достаточно интересный, такой легкий. Ну, в принципе, доступный. Нет мне такие прям базовые какие-то правила, нет ничего сложного. Ну, это прям совсем что-то из простого. Достаточно, на самом деле, редко покупаемые настойные игры. Но тут что-то я прям влюбилась и хотелось бы побольше уделять им своего времени. Так, дальше, следующая игра у нас идет. Знаменитый всем с детства узнаваемый морской бой. То есть аналог той игры, которой мы все играли в детстве. Корчутили квадратик 10 на 10. Выставляли корабли. Начинали охоту на вражеские судна. Убеждая тот, кто выведет все судна из игры противника. Так, вот так выглядит этикетка. 76 карт. 4 карты с инструкцией. Правила игры. Играются два игрока. То есть возраст 7+. И максимально вами потраченное время с удовольствием. 15 минут. Мне кажется, это прям здорово. То есть, ну, два игрока. Очень комфортно. Ну, вот я видела, что Рома прям с своей мамой очень часто любит в нее играть. Мы, правда, с ним еще не играли. Так, дальше. Вот в этой игре, это безумно карточная игра. Ей уже больше 10 лет. Все, тут у меня уже и коробка. Желалось узнать лучшие времена. Но я ее прям очень любила. Мы играли и большой компанией. И вдвоем она прекрасна. И в нем можно играть прям в любое время года, в промежуточное время. Она самая простая. Одна из самых простых. И очень веселая. Вот, значит, правила. Игрой от двух до пяти игроков. На самом деле мы играли прям в большие компании. Даже было восемь человек. Нам нисколько это не помешало. Пять-десять минут. Ну да, когда играешь в большие компании, все-таки количество времени увеличивается. Суть игры также. Здесь есть начальные базовые правила. Ты раскладываешь карты всем игрокам. Туда, к примеру, будут вот такие забавные карточки с картинками. И игра начинается ход с того, что у каждого на руках карты. Перед ним карточки базовых, скажем так, правил. И нужно побыстрее избавляться от картинок, которые схожи с тем, что открытые в игре. Побеждает тот, у кого заканчивается карта на игре. То есть игра такая на реакцию, на скорость, на понимание, на внимательность. Очень такая висячная, веселая. Ну и, как правило, очень шумная. Несмотря на то, что игре уже 10 лет, помятая коробка, карта до сих пор в прекрасном состоянии и очень-таки яркие и интересные. Эту игру мы любим и играем по сей день. Дальше. Следующая игра из моей коллекции. Это вот Flux Zombie. На самом деле, она интересная, но я ее не очень люблю. Ну, к примеру, она прям вообще зашла. То есть играется от 2 до 6 игроков 10 до 10 до 40 минут. Какой-то... То есть вот здесь есть именно сложность, это зомби. Когда только начинаешь играть, всегда есть какие-то базовые правила, инструкции по игре. И вначале проще играть базовыми картами, убрать все зомби. То есть свой ход также складывается на количество игроков карты. Здесь есть постоянное новое правило, какие-то карточки целей, тема, которая у тебя в игре. И побеждает тот, кто выставляет цель, у кого цель и выложенные карточки совпадают. К примеру, вот здесь цель. Необходимо иметь мозг и хотя бы один друг, чтобы у тебя был в руках, но при этом без зомби. Ну, я напоминаю о том, что когда ты играешь первый раз, зомби не играются в игре. Сложность в том, что появляются постоянно какие-то новые правила, новые темы, можно менять свой ход. И еще такие карты, которые темы можно выставлять рядом с собой, чтобы достигнуть определенной цели. так. Ну, и всякие карты помехи, которые в себе портят весь ход игры. Казалось бы, что вот сейчас еще один шаг и ты победишь, но в последний момент все может измениться. Так что эта игра больше на логику, на понимание и на твою сообразительность. Если вы из этой компании, то эта игра вам подойдет. Так, это все, что касается зомби. еще осталось у меня две игры. Очень красивая игра. Крепость сна. Здесь игра от 4 до 9 игроков. Играется достаточно долго, 30-50 минут. Вот. Играли мы ее достаточно давно, поскольку вдвоем ее никак не поиграешь. Достаточно красочная, интересная игра. здесь можно вести свои интриги. Есть зоны фазы, которые разыгрываются в игре. Да, вот, посмотрите, колоды видений, фаза, озарение, таинственный лес. И у каждого свое предназначение. Есть карты игроков. во время игры непонятно, кто какой игрок и побеждает тот, чьи карты совпадают. То есть, есть карты дополнительные и которые разыгрываются. Достаточно интересная, но чтобы ее поиграть, нужно внимательно ознакомиться с правилами. То есть, оно не так, что ты открыл правил, сразу все понял. То есть, здесь нужно прям внимательно будет все почитать. по сути, побеждает игрок тот, который первый проснется и выйдет из зоны фазы сна. Повторю, что игра мне очень нравилась, она красивая. Ну и в принципе была достаточно веселая, когда мы ее играли в компанию. У каждого героя свой цвет, карточки, крепости с нами и очень красивые. Смотрите, какие красивые карты. Хочется прямо играть в руки и играть. Дальше. крепость ставим. Дальше эту игру мы взяли в офисе. Такая прекрасная чужая планета. Играется она от двух до семи игроков в 30 минут. На самом деле мы пробовали ее играть вдвоем, но получается очень легко до одной из сторон. суть такая, что ты попадаешь на космический корабль, точнее не так, космический корабль попадает на новую планету, где живет чудовище. Так, вот здесь начинает свой путь чудовище на цифре 2 и вот здесь космический корабль начинает путь к спасению. Получается, чудовище двигается в ход, когда он ловит кого-то из людей, из борт корабля, а люди продвигаются каждый ход, поэтому у них достаточно длинное поле для того, чтобы победить. А вот, я ошиблась, вот это космический корабль, более длинное поле, а здесь чудовище продвигается. У чудовища есть специальные карты, с помощью которых ему легче поймать людей на зоны. Изначально выкладывается 5 карт места, они есть у всех игроков, и с 1 до 5 ты выбираешь место, где ты будешь спрятаться чудовище, а тем временем чудовище в следующую фазу выбирает карту, где он тебя будет ловить, то есть шанс от 1 до 5, что тебя поймает или нет. Ну, шанс, конечно, от правой игры игра заканчивается, когда кто-либо какая-либо из сторон доходит до старта, и либо чудовище тебя ловит, либо ты улетаешь с космическим кораблем и спасаешься с этой ужасной планеты. Игра на самом деле очень легкая, но нам первое время было очень сложно ее освоить, и повторюсь, ее лучше играть втроем, когда 2 человека и 1 чудовище, либо 3 человека положительных и 1 монстр. Вдвоем, когда ты играешь 1 на 1, то, как правило, как всегда побеждает человек, потому что монстр очень сложно ловить. Но аналог этому, чем больше людей, тем монстр быстрее ловить. все, что касается чужой планеты. Кстати, попробовали поиграть ее с родителями, и как-то она им не зашла, то есть она такая более, скажем, подростковая. Детский уровень тоже, я думаю, не очень ее поймет. Здесь нужно прям углубляться. Если ты понял, то ее прекрасно играть и комфортно себя в ней чувствуешь. Так, и дальше это последняя игра. Мы ее только приобрели. Смотрите, какой очаровательный котик. Это одна из самых милых игр. очень интересная, веселая и достаточно легкая. Сейчас я буду ее открывать и покажу содержание. Что же входит сюда. Игра, кстати, недешевая. К примеру, котики мне обошлись больше двух тысяч, но оно того стоит. Такая очаровательная котейка, хочется в него поиграть. И вот что мы видим здесь. Вот такая замечательная рыжая штучка. Так. играть 30-45 минут. достаточно длинная. Игра с 14 лет. Игра с 1 до 4 игроков. Мы еще не играли, но я смотрела на нее обзор. Давай! Вот так открылся. Красавчик. открываем котиков. Так, что мы здесь видим? Очень большое красивое правило игры. Смотрите, какие яркие детали. Суть такая, что ты собираешь специальное одеяльце, такой плед. Собираешь свою коллекцию парные жетончики, элементы. Тебе дается карточка с котиком, который предпочитает определенные виды одеял. Если все совпадает, в конце, когда одеяло будет у всех собрано, считается бонусом. Прям очень внимательно идет описание. Вот примерно расклад, как можно в нее играть. И дальше здесь расскажите знакомство с котиками. Это Пуша, Кубик, Проша, смотрите, какой хороший. Оливер, ой, Оливер вообще замечательный. Мася, Штрудель, Кайсия, вот она какая Кайсия, и Инна. Да, вот такие у нас котики. Так, это специальное обозначение. Когда собираешь определенное количество цветов на одеяльке, тебе даются такие бонусы, они учитываются в очки. Ой, вот а. Ой. Так, дальше. Это у нас уже идут кусочки одеяла. вот сами эти котятки. Как много всего. Такое все красочное, аккуратненькое. Прям милотище. мне очень нравится котики. Вот здесь например, тебе дается карточка с определенным котом. и это как дополнительные очки, чтобы ты победил. Чем больше собираешь дополнительных котиков, кусочков, одеяль по цветам, тем больше шанс того, чтобы ты выиграл. Специальные здесь пакетики, чтобы складывать все эти кусочки пазлов. потом здесь дается календарик, где выписываются выигрыши игроков. Вот такой мешочек, который тоже все можно аккуратненько сложить. И вот само игральное твое поле, в которое ты собираешь кусочки одеяльца. Одеяльцы собираются в специальные кружки с котами и всякими фигурками. Здесь получается четыре одеяла, то есть играть можно только максимум от одного до четырех. Ну что ж, у нас сегодня будет такой приятный вечер в игре. Потом расскажу, как у нас что получилось и понравилась ли нам игра. Ну я прям в восторге. Посмотрите, как можно таких котиков не любить. И вот уже в конце получается вот такая медалька выдается лучшему игроку. Милота. Всем привет. Я к вам с вами вышивальными итогами недели. У меня получилось как раз таки с 4 февраля по 10 февраля. За неделю я вышла 3830 крестиков и у меня завершилась работа от золотой серии панны силы новолетия. Так, ну как завершилась превью. Я наконец-то это смогла. Прошло на самом деле у меня с начала работы я начинала с 5 сентября и она закончилась 10 февраля. То есть если прям совсем грубо, то это 5 месяцев и 10 дней. Потом я еще в итоге к итогу блога подведу сколько я на самом деле вышивала, именно вышивальных дней, сколько я была с этой работой. Ну вот пока так. На самом деле у меня на данный момент вышита просто работа полностью, но бэк только частично. То есть вот здесь у меня вышит кулончик волка, здесь был бленд, такая оранжевая нитка и вместе золотистый. И вот в итоге вышло, что через шкурку проглескивает такое золотое украшение, кулончик. Дальше добавила бленда немного в зелень. Вот здесь его немного видно и здесь. По сути низ картины еще волки не должны быть немного блендов оформления. Но у меня возникла проблема, во-первых, то, что у меня закончились нитки с этой работой почти все просто. Мне уже нечем даже было дошивать последний кусок. И дальше первая часть работы. Бленд у нее полностью в платье. Тоже металлизированная нитка будет в бленде. Украшено будет ее одеяние. Потом вот здесь будет рисунок немножко другим цветом. Дальше я добавила бленд для ребятей. Вот здесь один у меня полностью уже в бленде. так и второй. На самом деле я так устаю от этого бленда. Мне так тяжело его вышивать. Я сразу чувствую такой упадок сил. Поэтому я повышивала буквально немного может быть минут сорок. То есть ожерелье, немного травы, здесь травы и два лебедя. Протом лебеди я еще не до конца даже довышивала. здесь у кого-то из них лапки отшиваются и плювы такие. Ну я думаю самой девушке здесь нужно обязательно добавить в лицо бенда. Все таки несмотря на то что у меня его нет в наборе уже буду либо докупать что маловероятно либо посмотрю по своим наборам и запасов. Потому что лицо ее требуется обработки то есть бленд будет у нее глазах нос отшивается губы дальше бленд добавляется фату руки здесь немного отшиваются ну и само одеяние потом помимо бленда здесь в работе как-то в камере видно в бленде присутствуют еще французские узелки первое место это вот здесь такой куст и вот здесь тоже будет слева там где-то примерно здесь 15 и тут больше 10 французских узелков и я на самом деле думаю заменить и сделать посмотреть по своим запасам бисера сделать такие бисером красные будут как ягодки выделяться вот вчера пока вышивала бленд думала об этом как это вообще это все будет и раз я собралась добавить бленда бисер и именно пару кустов думаю может быть и комфортно будет если добавить в одеяние что-то из бисера чтобы это гармонично сочеталось ну посмотрим на самом деле я думаю что вот эта латинка она будет хорошо смотреться в работе давайте посмотрим поближе вот что у меня получилось так выглядит обратка в принципе она читается красиво старалась сделать максимально меньше каких-то затяжек длинных ниток конечно же я довольна что у меня завершилась эта работа мой первый такой во-первых первая моя крупная многоцветка во-вторых это будет первый мой финиш в 2023 году так что тут у нас в работе на 32 на 43 сантиметра была представляете как это много для меня так это вообще что-то невероятное 203 крестика на 270 так сейчас я наверное скорее всего за субботу я довышиваю бленды полностью не знаю когда мы будем сдавать ее в багетную мастерскую и потом начну уроки магии от риолиз то есть у меня эта работа уже процентов на 20 сделана планируется ее отшить за февраль дальше помимо готовой работы я хотела рассказать немного про силу новолетия то есть я подготовилась посмотрела в интернете значит много информации и вот значит нашла что сила новолетия с чем связано само слово новолетия к примеру вот сегодня мы празднуем новый год он у нас идет с 31 по 1 января а для наших предков праздником было новолетие и этот праздник начинался с 21 по 22 сентября когда уже собрали урожай можно отдохнуть и люди словно вступали в новую жизнь новое лето отсюда и название новолетия на самом деле вот именно образ вот этой картины что это очень символичная картина изображено 8 волков славянская цифра 9 девушка да вот смотрите сама 9 она может и обернуться она может быть и волчицей и потрясающей девой она владеет стихиями потому эта картина очень мощно связана с силами с природой с стихиями воды огня земли воздуха и пятая стихия это эфир еще мы видим на этой картине древние символы вот вот здесь вот здесь изображен символ это символ называется символ перуна такой огненный символ на камне смотрите сколько это древнее строение какой мох на камне сколько энергии на самом деле немножко отвлекусь от чтения что эта работа у меня побывала и на горе Машук и на горе Чигет и на Эльбрусе на верхней точке столько уже в ней энергии столько ресурсно затратное как она от нее можно уже получить какую-то энергетику повторюсь это у меня работа будет подарок моей подруге Ане она просила ну вот мало того что работа будет сама по себе такая красивая так еще целый курс энергии собран вместе итак продолжим символ Перуна такой огненный символ на камне на самом деле это очень мощный камень и камням больше миллиона лет есть такие камни которые несут особую энергетику у наших предков было особое почитание к таким камням люди были очень гармоничны с природой и камни имели глубокий смысл тогда если помните когда закладывался город или как раньше его называли град всегда был в городе закладной камень как камень основания камни несут в себе очень много информации и на этой картине показали очень сильную символику вот этот камень символ Перуна это цифра 9 птиц вместе с ней девушка да вот еще раз вернемся к ней что это не просто хранительница леса это та которая может вызвать дождь очистить небо она созвучна с природой знает если птиц и зверей как по мне это прям очень говорящее изображение очень красивая картина не зря его все-таки сделали как золотой серии панна она имеет свою историю считается оберегом да вот если вспомнить в самой названии силы новолетия прям в наборе пишут что новолетие это символ активизации всех светлых сил и энергии считается что картина оберега дает возможность использовать эту энергию для улучшения своей жизни здоровья и отношения с окружающими вас людьми так что вот такой благосклонный признак дарю своей подруге помимо вышивки мне сегодня еще захотелось поговорить про книги то есть как они начинали с 1023 книга сейчас перед вами будет картинка как начался мой 2023 год из книг он начинался с серии от Эрит Хантер Коты-воители на самом деле у меня нет бумажного носителя я слушала это все в электронном виде аудиокнигу была прекрасной девушку которая нашла информацию ну и вот все доступные книги с этими котами я прослушала которые были в сети для меня это были не просто какие-то животные а вот именно идет прямая отсылка именно к каким-то человеческим качествам что вот это разумные существа у них там отдельный мир любовь предательство дружба все это имеет не пустое слово и очень важно для меня было что при чтении книг мне они вызывали эмоции какое-то негодование там думал что когда это уже закончится или наоборот какой-то восторг счастье радость и в этой книге на самом деле было очень много смертей для меня погибшие животные это вообще что-то на грани страдания то есть как-то очень привязываешься к ним у меня за этот цикл книг сколько там пришло 23 книги в общей сложности прослушала несколько раз и даже вызывали сильные эмоции и даже слезы для меня это просто высшая категория баллов то есть 10 из 10 когда книга может вызвать такие эмоции несмотря на то что эта книга была популярна ее растянули там нескончаемое количество уже этапов книг тем не менее ну и что касается огнезвезд и его детей это было очень увлекательно читать и я даже думаю купить себе такую серию книг уже в бумажном носителе сделать такую коллекцию ну и кошек мне кажется кошек любят все отдельная прелесть вчитываться в эти персонажи дальше я ознакомилась буквально на этой неделе вот с 4 февраля по 10 я прочла прослушала так сказать Михаила Юрьевича Михаила Юрьевича Лермонтова Герой нашего времени прекрасный автор помнится он конечно со школьных лет вот входил цикл значит Белла Максим Максимович журнал Печорина в который ходила Тамань конечно Мэри и Фаталист для меня уже Лермонтов и Герой нашего времени тоже для себя это отдельная история жизни поскольку у меня сейчас сижу в памяти поездка в Пятигорск в Пятигорске очень много было памятных мест этим человеком его там все очень любят благодаря ему и произведению 12 стульев в принципе Пятигорск так известен в самом Пятигорске Михаил Юрьевич Лермонтов закончил свою жизнь таким печальным образом мы конечно же побывали на месте дуэли Лермонтова здесь я видео покажу фотографии с нашего путешествия специальные памятники есть произведения самому автору и когда читаешь произведение к примеру как в Нижнамере там как раз описывается сам Пятигорск провал знаменитый на весь мир грот который сейчас называется грот имени грот Михаила Лермонтова само вот Эльбрус вот все вот эти описания гор как он прогуливался по этим местам ну и сомнутый в старине как он там вернулся в прошлое очень для меня такое сильное произведение связано с тем что я сама побывала в этом месте и вдыхала тот же запах этих гор которые вдыхал он сейчас я значит решила остановиться на Жосефе Бедье Перестан Изольда очень часто слышала это произведение вышивки видела много картин с изображением данной символики людей и решила вообще ознакомиться с самой вообще для меня вся книжная вот эта тема когда входит именно какая-то любовная тематика для меня это сразу просыпается особый интерес люблю наблюдать за чувствами как описано чувства героев и мне это очень нравится и близко к сердцу ну вот пока за данный период времени я прочла 5 глав и тут буквально сегодня мы вернулись от родителей Роминых и я вот нашла вот такую прелесть детские сказки сказки тысяч одной ночи школьная библиотека автора нет потому что все-таки считается народной народными сказками из народа ну вот здесь пересказ Эм Салье посмотрите какая красивая девушка возможно это сама Шхейзада нам изображена читается читается прям очень легко на одном дыхании буквально думаю за пару дней прочесть книжки значит в содержание у нас входит рассказ о царе Шахрье кто не знает в него как раз входит самашечка Шхейзада в которой описывается сказки тысяч одной ночи дальше здесь входит Аладдин волшебная лампа Али Бабай 40 разбойников сказка о рыбаке я кстати с ней в принципе не знакома и Синбад мореход то есть произведения все известные сказки прям совсем небольшие тут буквально 156 страниц ну вот я вот как увидела я поняла что мне не обязательно нужно прочесть это произведение и чтобы она сохранилась в моей памяти буквально немножко времени уже уделила этой книге начала читать Аладдина и для себя открыла совершенно какое-то новое новый мир с ним то есть я его именно видела как в диснеевском исполнении и именно в книжном он для меня не был знаком и это было для меня открытие что там немножко все иначе чем я представляла так ну все встретимся через неделю смонтирую видео посмотрим что я там навышивала ну и в конце я подведу вышивальные итоги года будет там что-то и про книги и про настальные игры все скоро увидимся как точат а это да это он так точат стараясь его вкус смотрите какой он у нас маворожник посмотри как мы его кормим красавчик стесняется давай закрывай пускай пушит вот тебе какой он смотри разве может быть иначе ну и вот здесь для нас дача удивительная пуча смотрите два снегиря прилетели в нашу кормушку такие красивые яркие мы тут с помощью фоторужья старались не двигаться чтобы не спугнуть птицу ну вот засняли такое красивое видео как он кушает из кормушки не боится то есть по сравнению с голубями он прям очищает кожуру семечек смотрите какая крупная какой у него клюв если сравнение синичка это прям настоящий кавказец ну разумеется вот что удивительно что он поел и сегодня тоже коллеги рассказали что он вернулся поэтому пришли гости к родителям здесь пострадалец пострадал от хулиганов Барюсик отдыхает красавчик такой да Бариста да да хороший кот хороший котик кс 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 он всю ночь где-то гулял ему сейчас не до съемок он устал ой ты мой хороший ой да до ху под ху Продолжение следует...